Здравствуйте дорогие друзья! С вами как обычно по понедельникам Глеб Задой и это видеопрогноз на предстоящую торговую неделю. Традиционно мы начинаем с небольшого обзора новостей. На моем основном канале появилось видео про отмену индивидуальных инвестиционных счетов с вычетом налогов. Посмотрите это видео, я думаю будет полезно, особенно тем, кто еще не открыл ИС. Обязательно это нужно сделать. На канале Миллионер из трущоб вышло видео про изменения на рынке недвижимости. Мы там обсудили ситуацию с ценами на рынке недвижимости, собственно что будет с недвижкой. Если вам эта тема интересна, обязательно посмотрите видео. Все ссылки будут в описании к этому видео. Сегодня, 3 июня у нас стартует курс путь к финансовой независимости, второй уровень. И мы решили, что первое занятие в 18.00, которое стартует, мы сделаем бесплатным, открытым. Поэтому обязательно присоединяйтесь, опять же все ссылочки будут в описании к этому видео. И 15 июня у нас стартует мастер-группа концентрат, 15 июня старт, всех буду ждать. Итак, новый розыгрыш, условия его я озвучу в конце нашего видеопрогноза. Ну а теперь давайте перейдем к событиям рынка финансово. Начнем с фундамента, собственно новостей на этой неделе, друзья мои, хватает. В понедельник уже были опубликованы данные по PMI в Германии, в Великобритании. Нас еще ожидают данные по PMI в Соединенных Штатах Америки. Во вторник ожидают нас данные по розничным продажам в Австралии. Процентная ставка в Австралии, кстати, будет также во вторник. Индекс потребительских цен в Европе. И также заявлено выступление господина Пауэлла, главы Федеральной резервной системы. В среду нас ожидает ВВП в Австралии. Данные от ADP по рынку труда в Соединенных Штатах Америки. В четверг выступает глава банка Англии господин Карни. Ожидает нас решение по процентной ставке в Европе. Ну и в пятницу традиционные данные по рынку труда в Соединенных Штатах Америки. Кстати, там у нас обязательно будет вебинар. Также обязательно подключайтесь. Ну а теперь мы переходим к валютным парам. Начнем с единой европейской валюты. Евро на недельном графике снижается. На графике дневном снижается. Но мне немножечко смущает то, что на прошлой неделе у нас был такой немножко недолол. И вот эта картинка может привести к тому, что пара будет расти. Причем на графике 4-х часов мы формально растем. Но если посмотреть на картинку немножко пошире, здесь довольно отчетливо просматривается формирование очередного треугольника по евро. И выход из этого треугольника вверх, ну либо же соответственно вниз, может определить дальнейшие перспективы валютной пары на какую-то вот такую перспективу недели-двух. Теперь переходим к уровням поддержки и сопротивления. Ключевым уровнем для евро выступает отметка 1.11900. При ее преодолении котировки нацелится на уровень 1.12100. Следующим сопротивлением станет отметка 1.12600. Ключевые поддержки 1.11500, 1.11100 и 1.10500. Скользящие средние на графике недельном снижаются. На графике дневном снижаются. На графике 4-х часовом аналогичная ситуация. Скользящие средние снижаются. Индикатор RSI на графике недельном. Оба в нейтральной зоне. Про конмер уже не говорю. График D1. Оба индикатора здесь также располагаются в зоне нейтральной. То есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. График H4. 13-й в зоне нейтральной. А вот тройка в зоне перекупленности. Что говорит о том, что может быть немножечко скорректируемся вниз. По евро. Значит рекомендации, которые мы давали. По поводу продажи с отметки 1.12.600. Не знаю. Не под очень очень большим вопросом. Вот эти вот продажи. Хотя в принципе реакция на уровень наверняка будет. Даже если будет какой-то выстрел наверх. До уровня 1.10. 10.500 котировки не дотянулись. Также такие далекие отложки. Их можно сохранять. Я думаю, что после обновления минимумов по евро. Все-таки нас ожидает рано или поздно разворот котировок. Поэтому можно пробовать аккуратненько этот разворот ловить. В районе 10. 10.500. Ну и на текущий момент по единой европейской валюте. Во-первых, основная идея наверное это этот треугольник. И на мой взгляд текущие цены. Это там 1.11.700, 1.11.900. Довольно неплохо подходит для того, чтобы продать. Однако делать эти продажи нужно с особой осторожностью. Потому что как вы понимаете находимся мы сейчас прямо на верхней границе треугольника. И соответственно пробой этой границы вверх. Даже такой уверенный пробой на H4. Или лучше конечно же на дневном графике. Может привести к росту пары в рамках недели-двух. Как я уже говорил. Причем что индикаторы. Там RSI тот же самый. Не сейчас не говорит ничего такого, чтобы прям срочно продавать. Поэтому продажи аккуратно открываем. Те кто подписан на мои ежедневные прогнозы. Мы там уже продали. И соответственно уже сделки эти держим. Поэтому можно в принципе к этим продажам присоединиться. Но учитывайте, что пробой вверх это сигнал на покупку. И плюс очень много фундамента, который может способствовать выходу из этого треугольника. Поэтому очень внимательно работаем на текущей неделе. Переходим к британцу, который на прошлой неделе вновь обновил минимумы. На недельном графике фунт снижается. На дневном графике фунт снижается. На графике H4 также мы видим снижение. Ключевое сопротивление для валютной пары это отметка 1.26700. Далее 1.27700 и 1.28600. Ключевым уровнем поддержки выступает отметка. Тут знаете как не поддержки, наверное. Тут диапазоны. Диапазон от 25600 до 26 трон. Это первый диапазон. И второй диапазон от 24300 до 24800. Все эти диапазоны. Почему мы их так отмечаем? Потому что это минимумы. И непонятно где будет остановка. То есть может быть остановка будет на вот этом минимуме. Может быть на вот этом минимуме. Ну и здесь то же самое. Один уровень ставится по закрытию. А второй по минимальным котировкам, которые были достигнуты на прошлой неделе. Индикаторы. Скользящие среди на недельном графике снижаются. На графике дневном снижаются. На H4 также снижаются. Индикатор RSI на графике недельном. Пока 13-й в нейтральной зоне. Тройка уже в зоне перепроданности. В общем-то хочет фунт все-таки откорректироваться в среднесрочной перспективе. На графике D1. Причем обратите внимание. Здесь обратная картинка. 13-й пока еще в зоне перепроданности. Тройка уже вынырнула в зону нейтральную. Это может все способствовать росту котировок. Тем более, что картинка очень располагающая. К этому обратите внимание. Последние две свечи в четверг и в пятницу на прошлой неделе. Здесь есть поглощение. Оставлен большой хвост внизу. После обновления минимума котировки пары очень неплохо выросли. Это говорит о том, что продавцы уже, честно говоря, устали давить на фунта. И фунту надо пойти наверх. Собственно, вот что мы сегодня с вами и наблюдаем. И на графике H4 у нас 13-й в нейтральной зоне. Тройка в зоне перекупленности. Что свидетельствует о том, что и рост тоже здесь, скорее всего, будет недолгосрочный. Итак, теперь к рекомендации. Ну, 26700 долго мы мусолили эту покупку. Она и в плюсе была, и в просадке у нас была. Но 26, ровно обратите внимание, мы по закрытиям на дневном графике не прошли. Поэтому сигнала на продажу, на переворот здесь не было. Поэтому я думаю, что вы еще держите эти позиции. В принципе, честно говоря, они мне как-то немножко поднадоели. Надо бы уже из них, мне кажется, выходить. Можно это делать прямо в районе текущих цен. Либо там дождаться возврата 26700. То есть, закрываем, условно говоря, с нулевым результатом. То есть, эту идею мы давайте с вами уже удалим. Как идею, скажем так, не состоявшуюся в моменте. Что касается покупок вот этих вот дальних на 24800, оставляем. И что касается продаж, мы все FIBA тянем-тянем. И никак она не дотянется до тех уровней, где действительно стоит продавать. Сейчас 38 FIBA, первый уровень для открытия позиций располагается где-то в районе отметки 127700. Поэтому давайте вот эту вот отложечку на продажу сюда и переставим. Соответственно, при возврате к 27700 можно открывать сделки на продажу. И с текущих, вот почему-то мне очень хочется купить фунта. Но купить его, конечно, в идеале нужно было вот в этом вот диапазоне. Кстати, кто подписан, опять же, на мои ежедневные прогнозы. А сегодня мы разыграем подписку именно на ежедневные прогнозы. Мы там покупали с 25600. У нас была рекомендация. И, в общем-то, ну, как вы понимаете, самое минимум в прошлой неделе зацепили. Уже немножко поздновато. 700 пунктов котировки пары отвалились. Но если будет возврат, давайте так, 26 ровно, 25600 тем более, то это будет хорошая возможность для покупок. Но что-то я сомневаюсь, что туда возврат будет. Переходим к Австралиицу. Австралийца на недельном графике снижается. На графике дневном начал расти. На графике H4 наконец-таки вышел из того диапазона, который мы с вами неоднократно уже здесь обозначали. Это боковой диапазон от получается 68700 до 69300. Ключевое сопротивление это здесь отметка 69600. Далее 69900 и 70300. Ключевая поддержка 69300. 69 ровно. 68700. Скользящие среди на графике недельном снижаются. На графике дневном снижаются. На графике 4 часов снижаются. Индикатор RSI на недельном графике оба в нейтральную зону вернулись. График D1-13 в нейтральной зоне тройка в зоне перекупленности. График H4 оба индикатора в зоне перекупленности. Что касается рекомендаций. Долго мы опять же продавали с отметки 69300. Неплохие здесь прострелы были вниз. Но как я говорил после пробоя этого уровня. Есть смысл покупать. В конце прошлой недели уровень был пробит. Уже сегодня мы растем. Я надеюсь что вы эту позицию удержите. То есть продажу я с вашего позволения здесь убираю. А вот покупку пока держим. Я не вижу больших перспектив. Прямо для роста каких-то огромных. Диапазон из которого котировки вышли. Это порядка 500 пунктов. Из которых пара уже прошла 200. То есть ну сходим мы на 69900. Но может быть будет попытка прорыва к 70300. Выше я пока не жду. Поэтому отрабатываем пока покупку на выходе с диапазона. И соответственно превозвратить диапазон. Если вдруг чего сделку закрываем. Но я думаю что кто купили уже наверное стопы без убытки. По идее где-то должны стоять. Хотя наверное нет рановато. 200 пунктов конечно рано еще для стопа. Стопы пока не ставим. Но 69900 уже можно потихонечку начинать фиксироваться. Доллар иена упала очень сильно. Под занавес прошедшей недели. Перекроила здесь вообще всю картинку от и до. На недельном графике мы снижаемся. На графике дневном снижаемся. На графике H4 снижаемся. Индикатор. Точнее скользящие средние на. Все сказал. Индикаторы скользящие средние. Ведь у нас на очереди уровни. Ключевым уровнем выступает отметка 108500. Далее 10900 и 109500. Поддержки 107700, 106700, 105700. Скользящие средние на недельном графике снижаются. На дневном и четырехчасовом графике также снижаются. Индикатор RSI на недельном графике. Здесь оба в зоне перепроданности. График D1 оба в перепроданности. График H4 13 в перепроданности. А вот тройка наконец-таки вышла в зону нейтральную. Что касается рекомендаций по доллару и иене. Ну так и не дотянулись они до вот этого диапазона. Где мы хотели продавать. Поэтому давайте вот эти вот отложечки мы уже наверное с вами снимем. В общем-то не вижу я большого шанса на восстановление котировок к этим уровням. В ближайшее по крайней мере время. Но что касается покупок открытых нами на отметке 108500. Уровень был пробит. И как я говорил после пробоя этот уровень надо перезаходить на продажу. Надеюсь что вы это сделали. Но. То есть воспользовались планом. Но опять же потенциал для снижения. Ну вот смотрите. Вот эти вот минимумы 107700. По закрытиям я смотрю. Это потенциал как бы максимальный. Который сейчас видится. С учетом той перепроданности. Которая наблюдается на данной валютной паре. Надо очень внимательно смотреть за вот этими продажами. И соответственно открытыми на отметке 108500. И соответственно если мы в начале недели продолжим снижаться. Мы эти сделки держим. Но если в общем-то существенного такого заметного падения. Допустим в понедельник, вторник не будет. То я считаю что вот этот диапазон как раз где мы сейчас находимся. Давайте его отметим на графике 4-х часовом. Этот диапазон от 108500 до 107700. Он уже довольно неплохо подходит для покупок. То есть чем ближе. Единственное что к отметке 107700 мы откроем сделки на покупку. Тем оно лучше. Но и учитывайте опять же. С учетом нисходящего тренда. Мы сейчас ловим падающие ножи. А падать тут есть куда. Там дальше через каждую 1000 пунктов уровней. А в начале текущего года мы вообще вовсе в моменте падали на 104. И 700 как бы на срыве стопов мы туда и не улетели. Поэтому при пробои 107700 открываем соответственно сделки на продажу. Отметим это как идею. И переходим мы с вами к биткоину. Биткоин в общем-то существенно ничего тут не меняется. Надо бы навести здесь конечно порядок с уровнями поддержки сопротивления. 109500 собственно 109500 говорю. 8500 достигнуто. 9000 пощупали. Следующая цель это 9500. И потом понятно ключевой такой уровень у нас станет. Это отметка 10000 за биткоин. Движение вверх оно замедляется. Биткоин хочет расти. Но нет у него топлива для этого роста. Поэтому ждем мы коррекцию. Коррекцию напомню мы ждем в район 7-7500. И вот там будем покупать. Те кто держит уже покупки. Я честно говоря думаю что неплохо бы эти покупки закрывать. Потому что остановка у биткоина произошла. Дальше соответственно нас ждет скорее всего коррекция. Тем более что вот дивер который я вам рисовал на прошлой неделе он здесь сохраняется. Итак друзья мои. В общем-то по еженедельным прогнозам это все. Ежедневные прогнозы рекомендации. Вы на них можете подписаться на сайте. АО24.io Ну а мы сегодня анонсируем очередной розыгрыш. Давайте сделаем следующим образом. Три счастливчика которые поставят лайк. И напишут любой комментарий под сегодняшним видеопрогнозом. Получат 90% скидку на ежедневные прогнозы на сайте АО24.io Ставьте лайки. Пишите комментарии. И в конце следующего видеопрогноза мы подведем итоги нашего розыгрыша. На этом все. С вами был Глеб Задоев. Успехов в торговле и до встречи на следующей неделе. Пока.